Наступление весны всегда характеризуется преждевременной радостью скорого потепления, поэтому большая часть населения старается как можно быстрее снять с себя зимние куртки, отложив их в темный ящик. Однако стремление надеть что-то полегче может стать причиной множества заболеваний, а именно простудных. Это отмечают и врачи. Действительно, с первым потеплением количество таких пациентов увеличивается. Для того, чтобы не стать жертвой весенней хандры, не стоит пренебрегать головными уборами и теплой одеждой. А вот прогулки откладывать не стоит. Время, проведенное на свежем воздухе, даст вам заряд физической и умственной бодрости. Достаточно несколько минут погулять на природе, чтобы ощутить подъем, избавиться от усталости, вдохновиться на новые творческие достижения и поднять себе настроение. С наступления весны у нас происходят изменения, связанные с недостатком поступления витаминов во время зимы, с гиподинамией, и также с простудными заболеваниями, которые проходили у нас во время зимы. Так как люди начинают неправильно адаптироваться к температуре, при потеплении начинают легко одеваться и при скачке уже температурного режима воспринимается неправильно. И отсюда у нас еще больше с простудных заболеваний весной. Минувшая зима не могла не оставить на людях свой отпечаток. Одна из причин весеннего упадка сил – недостаток света, который организм испытывает в холодное время года. Поэтому сейчас нужно использовать все преимущества солнечного света и ежедневно находить время для дневных прогулок, хотя бы небольших. Помимо этого, необходимо поддерживать достаточный уровень витамина D с помощью пищевых добавок и питания. Он содержится в жирной рыбе, продуктах из козьего молока и яичных желтках. Кроме того, дефицит свежих фруктов и овощей мог стать своеобразным катализатором для ослабления организма. Поэтому стоит восполнить его как можно скорее. В следствии того, что еще уже как бы дефицит внутренних ресурсов из-за зимнего периода. И также происходит это так, как потребление было у нас минимально свежих фруктов и овощей, в основном замороженном виде. А замороженные фрукты и овощи могут не в полноценном виде уже количество витаминов предоставить. Также гиподинамия зимой, вследствие этого будет дефицит витаминов группы В. И так как ультрафиолетовые лучи уже действуют не так интенсивно, будет дефицит витаминов группы В. Весной просыпаются не только растения, но и весенняя аллергия на пыльцу или по-научному поленоз. Если говорить про сезонную аллергию и пациентов, которые уже знают, что для них наступает тяжелый период, то, конечно, необходима подготовка у аллерголога. Она начинается за 2-3 недели до сезона цветения. Заранее назначаются препараты, которые пациент будет принимать. Для профилактики тяжелого течения поленоза часто используется иммунная терапия. Она убирает первопричину аллергии, снижает восприимчивость пациента к аллергену. Для тех, кто страдает поленозом длительно или впервые с ним столкнулся, существуют бытовые способы, которые позволяют снизить воздействие аллергена. В хорошую погоду окна открыты, вместе с воздухом пыльца попадает в помещение. И здесь на помощь приходят противопылевые или противопыльцовые сетки, которые снижают количество пыльцы в доме при высоком уровне цветения. Многие ошибочно полагают, что сразу после зимы люди испытывают состояние, называемое авитаминозом. Но с медицинской точки зрения это не совсем так. При С-авитаминозе развивается цинга. При острой недостаточности витамина В1 возникает берибери, витамина ПП, пилагра. Но в настоящее время такие состояния встречаются редко. Чаще всего встречаются гиповитаминозы со стертыми неспецифическими проявлениями. Повышенная утомляемость, раздражительность, сухость кожи и шелушение, ломкость волос, частые респираторные вирусные заболевания, понижение работоспособности, обострение имеющихся хронических заболеваний. Начало весны – это сезон вирусных респираторных заболеваний. Чем меньше запас витаминов, тем более уязвимой становится иммунная система и тем чаще мы болеем. Существует масса способов вернуть энергию своему организму в весенний период. Люди думают, что вследствие весны возникает у нас авитаминоз. Такое понятие авитаминоз означает, что полное отсутствие витаминов – это неправильно. Весной у нас развивается гиповитаминоз – это некоторое уменьшение витаминов. И чтобы восполнить, нужно не ждать заболеваний, а лучше заниматься профилактикой. Это наладить сон, режим сна, отдыха обязательно полноценный, питание, убираем фастфуды, легко усвоим жиры эти белки, больше фруктов, овощей. Фрукты и овощи должны быть не менее 400 грамм в сутки. И вслед потом обязательно прогулки, прогулки и движения, зарядка. Ну и если этого не помогает, плюс аптечные препараты, витамины. Всем кажется, что приход весны влечет за собой появление веселого, теплого настроения, которое напрямую связано с увеличением светового дня. Однако не все так однозначно. Люди, склонные к депрессии, могут принимать эти изменения не так радушно, как того бы хотелось. Зачастую изменение светового дня может приводить к ухудшению ментального состояния и обострению хронических заболеваний, связанных с психическим здоровьем. У всех это влияет по-разному. У некоторых, наоборот, с приходом весны настроение увеличивается, улучшается, работоспособность увеличивается. Но у некоторых, наоборот, людей, склонных к депрессии, у них, наоборот, идет сонливость, нарушение внимания. Вот эти заболевания, они обостряются. Так как у нас день увеличивается, а ночь уменьшается, мелатонин вырабатывается меньше. И вследствие этого, ну, как бы, люди это переносят тяжеловато, у кого есть склонность к депрессии. Но зато у нас серотонин, гормон, как бы, такое счастье, вырабатывается больше. Весеннее настроение, конечно, обязано быть приподнятым из-за приближения лета. Однако опасности могут поджидать наш организм на каждом шагу. Зимний период сильно истощает ресурсы человеческого тела и наша задача – восполнить их как можно скорее. Елизавета Газизянова, Аделя Файзулина, Универ Новости.